Праздничная елка Искусственную Очень душно в квартирах, очень жарко, очень быстро сохнет, иголки осыпаются Вы дома елку ставите к Новому году? Да, поставили уже Искусственную А почему не живую? Дорого Только искусственную Дети у меня категорически против, чтобы живые рубили Однако большинство по-прежнему отдают предпочтение живой елке по нескольким причинам Главный из них – это запах, ассоциирующийся с праздником Да, ставлю Какую? Маленькую, ну, чтобы помечала с тобой Живую, искусственную? Живую А почему живую? Ну, это запах, как бы Новый год, детство напоминает Естественно, живую Почему выбираете живую? Ну, моей дочери так нравится Живую Почему живую? Потому что она пахнет вкусно К Новому году елку дома ставите? Обязательно Какую? Живую, искусственную? Живую А почему живую все-таки выбираете? Ну, это традиция, древняя традиция Чтобы всем ульяновцам хватило елок на Новый год Их заготовка в лесных хозяйствах области занимаются заранее По информации Министерства природы и цикличной экономики Еле сосну срубают на специальных плантациях и лесных участках Подлежащих расчистке Землях сельхозназначения, просеках под линиями электропередач Всего планируют заготовить порядка 40 тысяч деревьев Любой заготовитель, он хочет, чтобы его товар имел спрос Поэтому выбирают попушистей, покрасивей, не очень высокую Ну, бывают заказы и на большие, и на большие на елке А основной заказ это массовая елка Ну, высотой от полутора до двух с половиной Высотой примерно два с половиной метра Официальная продажа елок началась с середины декабря Сегодня сосну, лапника, крестовину можно купить на 37 елочных базар В каждом районе города Стоимость зеленых красавиц высотой чуть более метра стартует от 250 рублей Сосны около двух метров стоят примерно 700-800 рублей За деревянную или железную крестовину придется доплатить еще 100-200 целковых Отправляясь за елкой, все же нужно обладать некоторыми знаниями Во-первых, деревья делятся на мальчиков и девочек Отличить их просто У женского пола на ветках шишечки, они стоят дольше Во-вторых, у свежей елки при сжатии и перегибе хвои иголки не трескаются А приобретают прежнюю форму В-третьих, ровный ствол – это залог правильного роста елки А значит, и ее долголетие в квартире И самое главное, елка в доме простоит дольше, если ее поставить в ведро с мокрым песком А батарея от нее будет как можно дальше Ну да, надо смотреть, чтобы она ровная была И хотя бы вот 3-4 этажа была И она зеленая была И все Выгоднее и безопаснее зеленую красавицу выбирать на официальных точках Там ее хорошо упакуют, да и доставят по любому адресу за небольшую плату на порог квартиры Любителям острых ощущений следует воздержаться от похода в лес Поскольку во второй половине декабря начинается усиленное патрулирование За самовольную вырубку могут оштрафовать на 3-4 тысячи рублей физических лиц На 40 тысяч рублей должностных лиц И на 300 тысяч рублей юридических лиц Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов Новости Ульяновской правды Новости Ульяновской правды